Москва запускает уникальную программу по поддержке рождаемости. Жительницы города от 18 до 40 могут бесплатно узнать о состоянии своей репродуктивной системы, сдав анализ. Пройти полное обследование можно сейчас в городских центрах женского здоровья. Подробнее о том, как строена Мария Антропова. Своих первых пациентов центр женского здоровья на улице Яблочкова готовится встречать во всей красе. В новом трехэтажном здании будет весь спектр оказания помощи женщинам от профилактики и лечения заболеваний репродуктивной системы до ведения и планирования беременности. Все самые современные методы оказания помощи теперь под одной крышей. На этой территории будут одновременно работать и врачи-акушер-гинекологи, терапевты, эндокринологи, специалисты функциональной диагностики. И нет необходимости, как раньше, пациентке от женской консультации идти в городскую поликлинику и возвращаться сюда за интерпретацией каких-либо результатов. Центр женского здоровья в обновленном интерьере начнет работать по новому стандарту оказания акушерской гинекологической помощи. В смену здесь смогут принимать до 400 пациенток, которым постарались создать максимально комфортные условия. А в распоряжении специалистов теперь новое современное оборудование. В кабинете маммографии, например, аппарат последней модели. Пациентка проходит обследование на данном аппарате. Снимки у нас вправляются в референсный центр. И я непосредственно, как врач-акушер-гинеколог, в дальнейшем вижу заключение в электронной карте пациентов. Этажом выше дневной стационар. Здесь беременным пациенткам будут оказывать помощь по разным направлениям. При токсикозе ставить капельницы в более сложных случаях, проводить дополнительные исследования. К примеру, глюкозотолерантный тест для выявления сахарного диабета. Беременная сдает кровь натощак, потом ей дают выпить глюкозу, так называемая сахарная нагрузка. И она сдает кровь еще раз через час и еще через час. При выявлении отклонений пациентка беременная будет направлена к эндокринологу, который также будет в нашем центре. В кабинете патологии шейки матки специалисты смогут взять все анализы и провести необходимую диагностику, не заставляя пациентку бегать от одного врача к другому, даже в пределах одного лечебного учреждения. Это при том, что раньше из женской консультации с подозрениями на заболевание репродуктивной системы сразу отправляли на дообследование в более крупные клиники. Сейчас же от постановки диагноза до назначения лечения может пройти всего несколько часов. Пациентка приходит на первичный прием, у нее будет браться онкоцитология, скрининг рака шейки матки. И на основе этого будет определяться контингент тех, кому показана кальпоскопия, кому показана биопсия шейки матки, кому показано лечение в нашем центре. Сегодня в Москве работает уже два центра женского здоровья. Еще три таких медучреждения откроют до конца года. Всего в ближайшие несколько лет их планируют создать около 30. И возможности центров женского здоровья постоянно расширяют. Так в сентябре в столице впервые в России запустят уникальную программу в сфере репродуктивного здоровья. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, это позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. В московских центрах женского здоровья и женских консультациях жительницы столицы впервые смогут бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерового гормона. Это позволит узнать, насколько высока вероятность пациентки забеременеть. Сдать тест могут женщины в возрасте от 25 до 39 лет. Для этого необходимо иметь московский полис ОМС. Мария Антропова, Наталья Малинина, Елена Крыбова, Евгений Баранов, Роман Романов и Роман Лукичев, Москва, 24.